Пьер Вудман – фотограф, режиссер и актер фильмов для взрослых. Его называют одним из основоположников порно-жанра. Работоспособность, находчивость и оригинальность помогли Вудману стать знаменитым в среде любителей клубнички. А проект, который он запустил еще в конце 90-х годов, до сих пор пользуется популярностью. Актер и режиссер родился 29 апреля 1963 года в городе Авернь, Франция. Настоящее имя – Пьер Андре Герби. Псевдоним, под которым прославился режиссер фильмов для взрослых, он получил в детстве. Так сверстники называли мальчика из-за того, что он жил в лесу. В итоге детская кличка переросла в профессиональный псевдоним, под которым Андре Герби пришел к популярности. Биография будущего режиссера началась во французской глубинке. Семья Пьера была небогатой, и это подтолкнуло юношу бросить учебу в школе в возрасте 15 лет. Он хотел обеспечить себя достойной жизнью и устроился на работу. Парень не задерживался на одном месте, пробуя себя в разных профессиях. Герби успел побывать барменом, клерком и фотографом. В молодости Пьер отслужил в армии, после чего остановил выбор на карьере полицейского. Решение о переезде в Париж датировано 1983 годом. В столице Франции Вудман познакомился со Станиславом Петром, французским порно-актером, который и привел будущего режиссера в индустрию. Карьеру в этом бизнесе Пьер начал, как телевизионный фотограф и репортер. Сказывались навыки, полученные еще до ухода в армию, и Вудмана быстро заметила студия Private Media Group. Контракт был подписан в 1992 году. С этого момента и началось восхождение к славе режиссера. Личная жизнь режиссера оказалась не менее бурной, чем работа. Вудман трижды был в браке, и все они закончились разводом. Последняя жена Татьяна Русова – актриса фильмов для взрослых с русско-латвийскими корнями. После расставания с ней Пьер решил, что с него хватит официальных браков и теперь предпочитает гражданский. Сейчас он состоит в отношениях с фотомоделью и бывшей актрисой клубнички Софи Перрис, с которой живет вместе с 2002 года и не собирается расставаться. В браках у Пьера родились трое детей. Его дочь Александра Гейзер стала писательницей. В 2009 году она представила публике первый роман «Сердце на коленях». Путь к мировой славе Пьер начал с режиссуры нескольких крупнобюджетных фильмов для Private Media Group. Суммы для индустрии, потраченные на проекты, поражают. Например, бюджет шоу «Пирамиды» превысил отметку в 1,2 миллиона долларов. В 1997 году к Вудману пришла идея запустить собственный сериал под названием «Casting X». Проект стал самым продаваемым в индустрии для взрослых. На сегодня на DVD вышло больше сотни частей. Это позволило режиссеру сколотить первоначальное состояние и обзавестись почитателями. В 1999 году, в связи с бумом популярности в порноиндустрии гонзофильмов, Пьер снял сериал из 12 частей в этом жанре. В результате творчеством Вудмана заинтересовался Ларри Флинт, владелец студии LFP, издатель Hassler, второго по продажам ежемесячного издания в США. Но на тот момент журнал был на банкротство, и Флинт понимал, что для исправления требуются новые идеи. Поэтому он предложил Вудману снять для него сериал, подобный тому, что Пьер создал для Private. Результатом переговоров стал контракт с режиссером на 5 лет на сумму в 5 миллионов долларов, но выгодные условия не смогли удержать творца после истечения срока договора. В 2005 году Пьер отказался от продолжения сотрудничества с LFP. Причина крылась в малой рекламе высокобюджетных проектов Вудмана и в их низкой известности из-за пренебрежения продвижением. Режиссер недолго ждал нового предложения о работе. Ему предложили вернуться в Private, и он согласился. Новая старая студия дала возможность раскрыть свой талант в полной мере. В мае 2006 года под руководством мужчины вышла картина, ставшая самым продаваемым проектом Private. Прилогия «Город секса» была снята по аналогии со знаменитым фильмом «Город грехов». Бюджет проекта составил 540 тысяч евро. Такие затраты оправдали себя. Прибыль компании была значительно выше. Такие результаты не смогли удержать Вудмана в студии. В том же году он вновь ушел из Private, на этот раз для создания собственной студии. Организация получила название Woodman Entertainment, и Пьер работает в ней по сей день. Режиссер создает высокобюджетные порнофильмы. Уже в 2007 году он представил публике ремейк картины «Экскалибурд», на создание которой потратил 800 тысяч евро. Работа отличается привлечением большого количества исполнителей. Всего в кадре задействовано 75 порно-актеров и 250 человек, снявшихся в массовых сценах. Вудман занимается кастингами новых моделей и актрис. Многих исполнительниц порно-режиссер создал как Пигмалион Галатею. Среди ярких артисток студии числятся Лейла Ализаде, Виктория Блейс и другие. Особенно ценит режиссер русских девушек, о чем неоднократно упоминал в интервью. Он часто бывает не только в странах Восточной Европы, таких как Чехия, Венгрия, но и в России. Здесь мужчина набирает в проекты новых исполнительниц. Многие из них становятся звездами порно-индустрии. Это Элли Брилсин, Ангелина Дорошенкова, бывшая студентка МГИМО и Ева Бергер, Надежда Никитина и Джессика Люкс, Дарья Никишина. В 2014 году в Латвии грянул скандал, в котором фигурировало имя порно-режиссера. В сеть попала видеокастинга 1999-го, на котором была представлена девушка, похожая на Джейну Томулевичу, помощницу премьер-министра республики. Провокационные кадры могли стать проблемой накануне выборов. Сама предполагаемая участница съемок все отрицала. Подобные сплетни ранее распространялись и о победительнице конкурса «Красоты Мисс Россия» 2005 Александре Ивановской. Девушку спутали с некой Ириной, которая снималась в фильмах Вудмана задолго до этого конкурса. Французского режиссера по стилю съемок часто сравнивают с другим деятелем порно-индустрии Рокаси Фредди. За годы работы Пьер Вудман создал сотни фильмов для взрослых. Гораздо скромнее оказалась его актерская фильмография, 74 картины. Сейчас в силу возраста Вудман уже не появляется на экранах. Творчество Вудмана вниманием не обошли и международные кинопремии. Пьер получил семь наград, однако все из них крайне престижны. В 1997 году он стал лауреатом премии «Хот Дор» сразу в двух номинациях «Лучший европейский режиссер и платиновый фильм» 1997. В 1998 году мужчина во второй раз победил в этой премии в номинации «Лучший европейский режиссер», а в 2001 награда досталась ему в третий раз, только теперь как лучшему режиссеру. В 2003 Пьер получил специальную награду от Фисек, и в 2004 от них же за достижения в карьере. Наконец в 2007 году Фисек присвоил Вудману звание лауреата в номинации «Лучший режиссер». Вудман продолжает снимать как полноценные картины, так и проводить кастинги молодых девушек, желающих приобщиться к индустрии для взрослых. Сегодня прохождение успешного прослушивания у Пьера считается одним из немногих гарантов успеха для начинающих актрис. В 2020 году появились очередные серии его долгоиграющего проекта «Кастинг Икс». Интересные факты. Звезду фильмов для взрослых Лану Роудс, которая часто снимается у Пьера Вудмана, в 2019 году порнографический интернет-ресурс «Порнхуб» поместил на первую строчку рейтинга популярности. Модели Вудмана не только снимаются в клубничке, но и участвуют в общественных акциях. Так, в 2017 году актриса Марина Коваль выступила в поддержку Алексея Навального. Мужчина вхож в мир большого кино. Он является частым гостем таких мероприятий, как Каннский фестиваль. Друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь дальше, будет еще интересней.